привет друзья личке моего канала просто зрители сегодня хочу предложить поучаствовать в одном таком эксперименте солить я буду сазана причем солить один уже посоли на меня вот ведь просто соленый солил его как ссорит все большинство до засыпал солью и дня на 34 у меня стоял хорошо посыпано соли вот крупно даже нельзя растворилась его я буду вымачивать делать как делают в основном все люди кто на канале меня смотрит наверно сам ссорит понедели там по 2 соль это ну не сважаем средний взял уже не четыре дня посадил песок мочу его завяду закопчу и посмотрим что будет и вот еще сазан у меня стоит тоже разделаны уже все абсолютно свежий он был замороженный у меня наверно может быть недели две может и больше сейчас у меня там я хочу его посолить и посолите хочу по участку должен получать в таком интересном современке посоле было необычно не так вот просто судьи а что-нибудь сделать интересненько чтобы это было не не совсем обычно сам конечно вкусно либо копченая но если есть последнее но это же вкусно наедает надоедает приедается и давайте сделаем что-нибудь интересное попробуем 6 получится может быть кому-то понравится и сравним экспериментально это совокус и традиционный так скажем для моего эксперимента нам понадобится примерно я делаю всегда все на глаз так шишек не заморачиваюсь примерно 100 соли вот такого сознатут килограмма 3 филе уже чуть-чуть сахара буквально гость берем вот и кориандр не буду сейчас долбить заморачиваться без 15 грамм грамм 5 так обязательно возьмем красного жгучего перса вот нашего сазанчика был вкус и припитал добре это насыпано мне нравится и предлагаю попробовать добавить для цвета но на эту старичь на даст молотой паприки 10 грамм здесь засыпем все чтоб рыбка была красивая перемешаем все это дело хорошенечко перемешиваем вот готово так я себе одну минутку освобожу противника осознан поставлю отмачиваться который соленый а этого будем солить 6 секунд но я солю на подвинях не просто это удобно можно будет кастрюлю в ведро рыбу укладывать это не не принципиально засадиваем следующим образом прицепляем столько сколько сможет прилипнуть на нашу рыбку засовочной смеси с этой стороны тоже самое прям втираем со всех сторон и кладем укладываем персечка на противень вот такая вот бедная штука получается пахнет здорово опихнули с этой стороны кожу я срезаю вместе с шишуей чтобы она была шкура маленько потоньше вот такие вот куски обтряхнули уложили ну и со всеми остальными делаем то же самое вот друзья смотрите что получилось все укладываем куски на противень и так как куски большие солится мне нам не будет часиков шесть сейчас в четыре как раз вечно где часов я и вывешиваю уже верится такая вот обалденная штукенция выходит посмотрим что получится сравним ту рыбку и вот эту рыбку классическую скажем так и экспериментально что мы интересно чтобы видеть результат смотрите это видео до конца все оставляем так займите сейчас нет никакой жидкости на абсолютно моменту куда я буду вывешивать жидкость будет довольно в большом количестве но я покажу что получится потом мы просто промоем и повешим вывешиваем является так ну вот друзья смотрите вот этот сазанчик который просто соленый который солить как делают все сутки у меня отмачивался вымочился вот он стал вот такой вот бледненький не зрачники вымачивал обычно водопроводной воде почему мне не нравится не вымачивать потому что там добавляют хлор и рыба от хлора отбеливается как обычно ничего тут выдающегося у меня нет конечно я завяли ее закопчу это будет вкусно но короче как всегда и как выдающегося нет теперь перейдет вот смотрите она во первых у меня уже подсохла сверху видеть но подсохла потому потому что я ее не стал вывешивать до того момента пока не вымочится у меня вот это вот рыбка которая соленая просто я один раз не уже ты слил но натекло еще достаточно много вы видите влаги из нее вышло и давайте посмотрим какая получается сама рыбка рыбка получается вот такая вот красненькая красивенькая смотрите вот давайте вам для сравнения покажу что выходит из обычной отмоченной рыбы сазана и посолена моим способом разница в свете я думаю заметно невооруженным важным как говорится и на вкус я думаю это будет тоже поинтересно то осознанная закопчу а этого она просто завязываю чтобы не перебивать вкус перца паприки просто была такая офигенная вяленая рыбка дай копченова много много есть тоже вредно вяленая рыба гораздо полезнее так все наручаса это дело вот эту паприку сейчас возьму тряпку момент смотрите берем тряпочку и просто обтираем не надо ничего промывать отмывать тем более отмачивать посоли все будет нормально солите не переживайте вот ведь лишняя паприка остается на тряпочке просто обтираем тряпкой так вот не надо нам вообще-то до того вытирать пусть чуть-чуть останется на краях острый перец к рыбке отлично заходит вот такая вот вот такого цвета они вот такого вот бледного получится у вас рыбка если будете делать как делаю я и никого не учу никому ничего не призывая просто я покажу как это делаю я и как мне нравится вот вот такая рыбка мне нравится она любить неплохо все сейчас вывешиваю на балкончик погода стоит отлично будем вялить ночью похоже покажу что получилось и стой стой что было все наглядно и можно было сравнить также не включайте смотрите все увидите сами так друзья смотрите рыбка полностью заверивать сазанчик мой что вот этот что вот этот вот по симпатичным конечно также хочу с этой рыбкой закоптить еще икру сазана и остался одна и один из еще красной икры с предыдущего ролика там у меня комментариях писали да попробуй подкоптить еду почему нет попробуем подкоптить его пробушины на вкус и расскажу вам как это будет все увидеть на этой красаванчика тоже подгаривать уже практически полностью я тоже закопчу коптить буду на смеси опилок яблони и ольхи один к одному именно опилки не щипа опилки потому что коптить буду вот в этой бочке в своей работе на нас вообще заполняется этот стакан нагревается вам паяльной лампой все просто видео уже есть много раз показывал особо на этом осмариваться вопросе я не буду в копчении никаких хитростей просто хочу поставить раскушен покрытка получилось вот он сейчас посмотрим что завтра мы приду покажу что получилось результат и подкоптить и попробовать икру думаю это будет интересно тоже на вкус так то в общем сейчас заряжают этот аппарат и нагрею ребят сильно коптить не буду копчения в таких вот устройствах не очень полезны также это не очень полезно копчение дымогенераторах и времени копчения коптить буду четыре часа в этот раз вообще идеально вы есть просто вяли на рыбку самый полезный самый вкусный но маленько знакомо на вкуснее все таки хоть не очень полезно там решайте для себя сами сколько вы будете коптить я буду копить воду закладку сейчас вот заложу ее и нагрею и до утра на пиву стоять мне уже на улице ночь а что получится уже увидим завтра так что смотрите мы вы увидите сейчас вот такая рыбка у меня пока на данном этапе получилось подвялилась выглядит неплохо так друзья ну вот хочу поговорим результат того что мне получилось создание закоптились получились вот такие вот на единство что я разрезал его пополам чтобы удобнее было транспортировать до дому смотрите какая интересная вещь вот этот сазан который солился солился потом отмачивался он такой более мягкий что ли он более ну жидкость него попала все равно воды меня воды в нем больше он мягкий вот это же сазан который солился сухим посолом несколько часиков всего он более упругий такой по мне так более мощная сколько-то карьба упругая в принципе тоже получился неплохо ведь на зрели жирники все так что можно делать и так и так но у этого способа недостатки то что долго пока он горються мне там залила весь балкон пошел туда подкладывает надо с него копы с этой не копает рыбы она по консистенции такая более мягко получается можно пошел засушить там струху и вот этот более интересный рецепт он остренький вкусненьким тоже попробовали с ребятами на работе все отличненько так ну сыграть тогда ребят нагревал коптилку один раз вот такого цвета рыба получилось мне пишите комментарии 5 6 7 8 разбить зачем-то не очень полезно и я думаю это ни к чему вот разок нагрели в коптилке в почке это либо не такая домашней коптильни там нет удачи там или в деревню там своя которая с трубой там дым проходит все коптится нам совсем другого копчения это в бочках гемера генераторов ящиках все это не очень полезно и так вот маленько дымком обдали как приправка его принципе и достаточно не надо злоупотреблять всеми этими делами по рыбке все вы сами все видите все получилось все вкусно малосольно смотрите что мне получилось с икрой вернемся к моим экспериментам одну икру бы дней было всего три пациента я пробовал завялить одну я вам показал попробовали мы вторую мы сегодня утром упробовали закопченную уже это плод я тоже красный бруда коптил получилось хочу скажу и вам она так было вкусно как получилось ну просто что-то очень я на жизнь на люда характеризовать это надо пробовать с вами описать не могу без пива это не очень идет с пивом да кто-то там пили чаем солененькая так себя вот сливком это отличная вещь и вот икра сазана тоже завялил и закоптил вот такая шикарная вещь получилось и после копчения в котором этот пациент оборвалась вистык она не липнет к зубам не знаю что это уши к дымом дало ли еще но она такая подоживется к солененькой просто солененькая копчененькая икра да это вкусно ну вот это просто вообще шиш балдинная вещества все народ в общем то я вам все показал все рассказал что хотел на этом заканчивать это видео кому было полезно ставьте пальцы вверх как сильно кому бесполезно ставьте пальцы вниз подписывайтесь на канал еще будут интересненькие рецепты идей много сейчас с же балкой закончим и будем заниматься к общением солением маринованием и так далее рыбы то что интересно подписывайтесь нажимайте колокольчик ничего не пропустить ну все друзья всем до встречи всем пока